За активное участие, на самом деле, конечно, за такой порядок и время невозможно выработать какие-то конкретные предложения. Понятно, проблемы мы знаем, проблемы возникли не сегодня, они возникли достаточно давно. Конечно, то, что касается, вот я вижу практически во всех наших трех группах, очень много, конечно, предложений с точки зрения государственной поддержки. Понятно, у нас бюджет, он не резиновый, и здесь мы всегда должны помнить о том, что на конце у нас должна быть соответствующая показатель экономической эффективности. Если мы сейчас, опять-таки, будем вкладывать то, что вот у нас уже парки, которые были созданы с госфинансированием, мы же видим, что какая-то часть парков действительно сегодня работает эффективно, а какая-то часть парков, несмотря на госфинансирование, все равно как бы остается еще при тех показателях, на которые мы не рассчитывали. Понятно, что здесь вот, когда Руслан Рабкаевич тоже презентовал, как бы наши подходы, изначально инициатива в любом случае будет исходить, в первую очередь, конечно, от главы района или города. Значит, все равно вы лучше, чем кто-либо знаете ситуацию на местах, вы кто-либо лучше знает, вы знаете ситуацию по вашим резидентам, по потенциалу развития ваших районов. Понятно, что вот те предложения, которые там высказываются, да, в конце, что нужно учитывать и приоритеты развития районов, и надо учитывать депрессивность тех или иных районов, конечно же, мы только заняты. Здесь мы готовы тоже активно участвовать и активно вместе отрабатывать. Мы очень внимательно еще раз, Руслан Рабкаевич, вот с нашими коллегами, внимательно еще раз посмотрим все, что сегодня было здесь наработано и то, что было высказано. Значит, мы все это систематизируем, безусловно. Значит, то, что здесь вот мы услышали от нашего федерального коллеги и от вас, и еще кроме этого мы много с вами общаемся, помимо сегодняшней площадки. И мы, наверное, вот то, что Айрат совершенно правильно сказал, надо буквально вот еще раз давать, у кого, может быть, остались какие-то мысли, недосказанные предложения, вы их оперативно тоже к нам направляйте. Мы доработаем, в любом случае, потом уже некий такой законченный формат вот из того, что мы сделали и с учетом той презентации. Мы вам еще раз направим, вы их внимательно еще раз посмотрите, и уже мы будем выходить с определенным каким-то уже, может быть, на первом этапе вариантом создания вот этой площадки, как мы назовем там, особой промышленной партии, другой, там не суть важная. Понятно, что все проблемы одномоментно мы не решим, потому что, значит, мы видим, вот даже буквально там за короткое время здесь очень многие были проблемы озвучены, но тем не менее, вот поэтапно, с основных базовых вещей, повышая привлекательность наших промышленных площадок, вот эту работу мы с вами должны начать. Политапно, постепенно, не останавливаясь, если мы остановимся, значит, значит, мы эту задачу не решим. В течение вот, там, 21-го года, текущего года мы должны эту работу вместе с вами завершить. То, что вот здесь я последнее хочу сказать, да, то, что не надо там, допустим, учитывать, в частности, те наши муниципалитеты, где находится там ТАСЭР, особая экономическая зона, не совсем, наверное, это правильно, потому что мы не можем ограничивать там, допустим, есть город там, моногород там сегодня, создали там ТАСЭР, есть у нас особые зоны, наверное, кто погружался в условия требований особого зона, вы прекрасно понимаете, что туда любой инвестор не войдет. Там есть определенные критерии, с каким ты капитальными вложениями туда можешь войти, жесткие условия, если ты не выполняешь, соответственно, там уже и меры ответственности возникают. Здесь же говорим о наших муниципальных площадках. О муниципальных площадках. Для нас очень важно, чтобы создавать новые дополнительные рабочие места. И еще есть одно предложение, которое Ростанов Игоревич озвучил буквально вот на днях у Белоусова, первого заместителя премьер-министра, то, что вот с Айратом тоже сейчас мы активно работаем по нашим городам, по маятникам, по миграции. Это в большей степени касается тех наших пригородных районов муниципальных образований. Но это Казань понятно, Челны понятно, там, ну крупные наши города. Значит, мы обязательно, здесь вот об этом никто не говорил, будем задействовать те меры поддержки, которые сегодня Федерация озвучила и уже частично реализовывает в рамках поддержки капитального вложения. Это и СЗПК. Значит, то, что сегодня мы уже подписали три соглашения на федеральном уровне, мы сейчас активно работаем, чтобы здесь уже по нашим инвесторам поработать и в рамках регионального СЗПК. Это 17.04, 11.19, то есть все инструменты, которые есть, вот федеральные, мы тоже обязательно, конечно, должны задействовать. Поэтому всем огромное спасибо за участие уже на коллегии. Значит, наша задача, вот как мы сегодня в самом начале говорили, чтобы у нас, чтобы мы создали возможность для наших предпринимателей, для нашего бизнеса, вот этими площадками привлекательными, чтобы они, независимо от того, крупный город, небольшое сельское поселение, там, муниципальный район, чтобы у них была возможность реализовать свои бизнес-проекты. Вот это очень важно. Потому что, что бы здесь мы с вами ни говорили, как бы мы ни пытались, вот здесь разные виды мероподдержки и льготы, значит, на первом месте у нас должны стоять предпринимателей. Вот будет у него бизнес, он верит в него, вкладывает свои ресурсы туда, не просто вот, дайте мне, значит, я вам тут организую Сингапур. Вот когда мы видим, что у него есть вера в свой проект, когда он готов вложить свои ресурсы и, соответственно, будет очень серьезной поддержкой со стороны государства, вот тогда и проекты наши должны прийти. Поэтому всем большое спасибо. Будем вместе. Дай Бог, холдарь и старого.